Обычно перед первым сентября, в последний день, все пытаются отремонтировать школы. Это, кстати, мой не первый материал подобного рода. Эта история, она все-таки трагикомическая. Скула не такая уж и старая, 2005 года, но у нас с самого начала была построена так, что эта крыша все время давала течь. Конструктивная такая проблема. У клона здесь копилась вода и все эти клоны несчастных учеников затапливают потихонечку класс. И пришел, поэтому 44-му ФСР выиграл конкурс товарищ из Узбекистана. Ну, он плохо знал русский и он даже стал считать требования к проекту. Зачем я это сделал, никто не может понять. Уже, когда течет по всей, уже не хватает ни ведер, ни рук, и чтобы с пола не приходило дальше, поэтому уже всего не важно. Я сейчас нахожусь не просто на крыше, но на месте преступления. Вот здесь произошло достаточно трагическое событие, которое напрямую связано с 44-м законом ФСР. 1 сентября здесь не будут идти уроки, потому что здесь на теперь после этого ремонта нужно делать еще один ремонт, почему же большой, с большие деньги. Возникает вопрос, почему-то наше законодательство вот совершенно не учитывает вот эти риски, не включает защиту от дурака во время вот этих торгов на бюджетных организациях, когда любой совершенно непонятный человек, который, кстати, этот мастер, ламастер зарегистрировался за несколько месяцев до начала торгов и сразу же их выиграл, что подозрительно, но это ладно, но чтобы вот нет у нас этой защиты от дурака, и вот к чему это приводит, и что будет дальше после такого, такую демонстрация ФСР номер 44 еще неизвестно.